привет всем меня зовут Александр сегодня мы поговорим об очень важном о теме которая позволит вам не только сэкономить но и приобрести положительный опыт досмотрев это видео до конца у вас отпадет большое количество вопросов при выборе своего будущего путешествия так поехали после частичного открытия египта для российских граждан вопрос трансфера из каира на курорты красного моря стоит на первом месте и чтобы этот трансфер был не очень утомительным мне пришла идея попробовать совместить приятное с полезным этим приятным с полезным будет экскурсионный тур по самой длинной реке в мире реке нил так египет древний египет построили древние египтяне пирамиды сфинк с гробницами построили древние египтяне папирус косметик эфиртити тунхамонам гробы саркофаги в виде матрешек тоже придумали древние египтяне затем на земли древних египтян пришли древние арабы и выгнали их из древнего египта а как египтяне строили пирамиды и делали мумии спросить забыли и теперь в египте живут совершенно другие египтяне потомки древних кочевых арабов ничего общего не имеющее стоит древние цивилизации изготовителями мумии и строителей пирамид это в общем а а детали позже по прибытии в каир я рекомендую на один или два дня в зависимости от вашего темперамента остановиться городской гостинице район принципиального значения не имеет но я хочу обратить ваше внимание что гостиницы в каире немного подуставшие и две три звезды лучше не рассматривать вообще утренний каир встречает нас золотым туманом в этом фантастическом свечении не укажется загадочной и мистической рекой для которое время не имеет значения оно остановилось если вас интересует описание экскурсии в каире оставьте комментарий под этим видео я запишу отдельное видео акцентируем внимание на том что обязательно нужно посетить пребывая в этом таинственном и загадочном городе и помните посещая пирамиды это место уникально не только по своей масштабности но и по своей энергетике итак экскурсия по реке нил на круизну в суд мы отправляемся круиз по нилу по пути нас ждут древние храмы исторические достопримечательности потрясающие по красоте низкие пейзажи насыщенные экскурсионная программа и незабываемые впечатления на реке нил на сегодняшний день существует три основных маршрута это луксора сулана сулан луксор каир луксор и каир александрия выбирая круизное судно как ни странно стоит обращать внимание тоже на количество звезд три звезды стоит выбирать только в том случае если вы очень стеслены в средствах при этом вам необходимо понимать что это отразится на качестве питания и качестве кают преимущество данного отдыха заключается в умиротворяющем окружающем мире и экскурсии которые будут открывать вам забытую школьную программу древней истории всего на данный момент по ней выкурсирует 25 теплоходов я сейчас нахожусь на одном из них теплоход называется леди мэри это судно было спущено на воду мая 2011 года последняя реконструкция проводилась 2014 году судно насчитывает 5 палуб длина его 72 метра ширина 27 метров на каждой палубе есть разные магазинчики настольный футбол или бильярд на верхней палубе есть бассейн но обращаю ваше внимание что зонтиков там нет а под навесами можно находиться только сидя за столом попивая чай кофе или прохладительные напитки на данном судне находится 72 каюты о вашем комфорте заботится 65 человек персонала отдельно я бы хотел открыть каюту которое сложно назвать каютами в прямом смысле этого слова потому что само судно не похоже на настоящий океанский лайнер открываем номер это мы сейчас на проходе каюта номер каюта номер 301 глядя как снаружи так и изнутри это судно больше похоже на плавающий дом или гостиницу и все номера именно номера не каюты вызывают такую ассоциацию эти каюты комнаты являются обычными номерами отеля 4-5 звезд в нашем случае судну уже 14 лет и она поддерживается в очень хорошем состоянии чисто аккуратно опрятным нужно отдавать себе отчет номера имеют небольшие размеры и ванная комната тоже очень небольшого размера собственно размерами каюта и отличается от гостиничного номера еще стоит учесть что так как судно было спущено на воду в 2004 году отделочные материалы немного смахивают на ретро стиль хоть дизайн проводила итальянская компания нужно учитывать что сейчас уже 2018 год при сравнении с гостиницей я бы дал ей 4 звезды но это чисто за внешний дизайн обслуживание питания заслуживает однозначно 5 звезд в номере есть все что необходимо в моем случае была шикарная двуспальная кровать халат тапочки зубные щетки бритвенные принадлежности мини-бар старенький телевизор телефон с мгновенным ответом с ресепшен в общем все то что необходимо для комфортного пребывания во всех номерах работает бесплатный вай-фай но хорошее качество приема было в районе лобби и ресепшен особо хотелось бы отметить питание на судне на пароходе имеется основной ресторан и два бар ресторан судно леди мэри предлагают своим гостям трехразовое питание которое готовится прямо здесь на судне из-за небольшого количества пассажиров всего на судне 72 каюты порой казалось что шеф-повар готовил именно для тебя было представлено большое количество десертов которые я очень люблю и которые тоже готовятся здесь всегда свежим представлен большой выбор салатов свежая выпечка два вида супа три-четыре вида гарнира и тут же при вас имеется возможность приготовить вам что-то на гриле что-то очень вкусненькое нужно учитывать одну особенность эта особенность касается напиток на завтраке на ужин чай кофе предлагается бесплатно в обед бесплатно только вода остальные напитки предлагаются за дополнительную оплату обращаю ваше внимание еще на один момент и он как я считаю важным вместе с нами на корабле были туристы у которых вода в обед и ужин было за дополнительную оплату и это нужно уточнять при бронировании так как стоимость полулитровой бутылки воды была 1 доллар из развлечений на судне был бильярдный стол и настольный футбол в принципе это судно не предназначено для усилительных прогулок хотя на второй палубе есть небольшой зал в котором можно проводить конференции или дискотеки на этом первая часть обзора экскурсии по самой большой реке в мире по реке нил подходит концу если вас интересует продолжение пишите свои пожелания и предложения в комментариях внизу под видео а также напишите какая страна вам будет интересно чтобы я отправился в следующее путешествие для обзора гостиниц и экскурсий если у вас остались любые вопросы по этой и другим гостиницам в которых вы планируете остановиться на свой отдых или же вас интересует продвижение вашего туристического агентства или направления в соц сетях youtube instagram facebook по хорошим ценам а также продвижение вашего канала youtube в топ google и при этом вы хотите получить индивидуальный подход к вашим потребностям и высокий сервис при том что консультация бесплатна пишите внизу под любым видео комментарии и свои вопросы или оставляйте запрос по электронному адресу указанному в описании а также не забудьте подписаться если вы еще не подписаны и нажмите колокольчик для того чтобы не пропустить новые видео выходящие на нашем канале и быть первым в курсе о происходящих изменениях туристической отрасли и в предстоящих ваших путешествиях приятного просмотра чтобы первым получать наши видео подписывайтесь на наш канал и нажмите колокольчик если вы хотите чтобы ваше путешествие было удачным ставьте лайк пишите комментарии и не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями вам не сложно а мне приятно для перехода на следующее видео нажимайте по картинке нажав на картинку вы сделаете правильный выбор ссылку не забудьте